всем привет дорогие друзья в прошлом видео я показывал как с помощью free mc boot можно запустить болванки с помощью программы esr для этого бралась болванка ром патчился и записывался на эту болванку и с помощью программы esr можно было запустить эту болванку естественно без типовки консоли и многие из вас написали что хотели бы тоже запускать болванки с играми либо загружать игры с флешки но только не на 7 серии она девятой которая в принципе не воспринимает карту free mc boot никак то есть она не загружаться если не стоит тип в консоли который собственно и позволяет загружать данную карту в данной консоли чипа нет пломба стоит на месте но тем не менее я вам покажу как можно запустить игры с флешки либо с этих же компакт дисков esr то есть записи самописные не устанавливая чип и не устанавливая даже free mc boot этот способ мне рассказал мой друг алексей синицын он почему-то был очень удивлен что этим способом никто не пользоваться ведь этот способ был специально придуман для slim серии playstation 2 и уже актуален и никогда не подводит нужно лишь взять болванку dvd минус r и записать на нее определенный образ после чего эту болванку поместить в саму консоль запустить ее переключить обязательно язык системы на английский после чего закрыть крышку чтобы консоль начала этот диск загружаться и после этого запускается и лаунчер который собственно и позволяет сделать все манипуляции это тот же самый файловый менеджер как в любой системе например той же windows типа total commander или norton commander то есть вы можете просто зайти и запустить определенные файлы например тот же apple esr или какой-то там эмулятора то есть независимо от того что у вас будет записано вы можете это прекрасно запустить с той же самой флешки если у вас это записано на флешке в данном случае диск у меня уже записан и на флешке записанные игры и сам этот apple то есть я буду сейчас запускать игры с самой флешки ну а данная консоль была предоставлена еще моим одним другом жене и прятка которая собственно приехала на чиповку и я никак его не могу отговорить от этого действия потому что в принципе чиповать то ее не нужно чтобы запускать игры с тех же болванок самописных либо с флешки но он говорит что это в принципе как бы не невозможно что ли и многие почему-то думают что на 9 серии невозможно что-то сделать и нет скажу вам так что фримси бут на 9 серии уже можно запускать но не на всех версиях но вот это конкретно самая такая прямо сама злющая консоль которая в принципе ну ничего и не пробивает не та же фортуна например из-за того что версия 9 привода там не соответствует короче говоря не пробиваем а консоль 9 серии маркировкой 2b 9 приводом версии 3 11 д и версии прошивки 230 так как все 9 серия идет с 230 прошивкой но сейчас я ему и вам всем докажу что это совершенно не важно и не нужно никаких посторонних программ там или каких-то заморочек чтобы запустить игры с флешки либо с компакт диска через esr ну или и какие-то эмуляторы и также можно сделать с помощью этой консоли карту фримси будет хотя она тут в принципе и нафиг не нужно короче говоря запускаем консоль вставляем диск и как я уже говорил ранее нам нужно зайти в систему в конфигурацию системы и выбрать здесь английский язык то есть здесь я уже изначально его выбрал то есть он был русский я сделал английский вот принципе теперь уже ничего делать не нужно просто вставляем флешку на которой у нас уже записан upl то есть программа с расширением елф которая является пусковым файлом для системы пластейшин 2 закрываем крышечку и ждем загрузки как вы видите происходит загрузка и мы видим меню you launcher который без проблем запустился и те кто знает и как бы в этой теме уже бывал то есть он знает что из этой программы можно сделать все что угодно либо запустить установку на карту памяти фримси будет либо установить еще что-то какие-то операции произвести то есть все что угодно и вот в этом лаунчер отображены все носители которых можно попасть без проблем то есть карта памяти 1 карта памяти 2 hdd ну тут его как такового нет но кстати можно тоже подключить на slim версию вот сиди масс это у нас карта памяти то есть вот мы сейчас заходим на карту памяти здесь мы видим содержимое этой карты памяти то есть заходим ту папочку где у вас находится upl в данном случае у меня он в папке free mc boot вот и находим вот такой файл upn с расширением елф и просто-напросто его запускаем все больше никаких действий не требуется сейчас программа upl запустится мы просто заходим в меню с играми если изначально у вас уже настроено все сделано чтобы происходила загрузка с самой флешки чтобы подгружались игры с флешки то если у вас все это сделано хотя можно зайти и сделать например вот заходите здесь выставляете меню авто usb девайс старт мод то есть но при условии что флешка уже будет вставлена и он у вас автоматически ее загрузится соответственно все параметры мы сохраняем safe change и нажимаем на кнопку с кружочком и видим список наших игр записанных игры с расширением и saturn то есть образы игр вот ну и запускаем как вы видите заставочка уже прогрузилась это довольно таки долго так как юсб 10 скорость невелика поэтому ну игры в принципе будут работать нормально но составки могут некоторые тормозить так карта памяти не установлена желаете продолжить да конечно игра у нас загрузилась даже заставочки не тормозят и все прекрасно работает и я еще раз повторюсь что здесь никаких дисков нет ничего нет тут кроме того загрузочного диска и никакой free mc boot карточки и она не чипована то есть тут нет ничего но при этом консоль может прекрасно работать и загружать игры как вы это видите сейчас на экране собственно как вы видите игра прекрасно работает все без особых проблем теперь я вам покажу как можно с помощью девятой серии пластейшн slim установить free mc boot на карту то есть и использовать например на другой консоли в общем то здесь ничего сложного нет нам понадобится карта памяти которая поддерживает major gate иначе free mc boot не установится то есть она обязательно должна здесь быть эта надпись в общем что мы делаем нажимаем сброс закрываем опять же крышку чтобы загрузить диск с так называемым free dvd boot опять же попадаем view launcher заходим находим нашу usb флешку заходим туда и запускаем установочный файл free mc boot все дальше тут в принципе инструкции никаких особо не нужно вот система предупреждает о том что консоль не может запускать время все будут ну как вы уже убедились что мы в принципе что-то подобное уже делаем то своего рода free mc boot только это не mc так как не карта памяти а free dvd boot вот ну при этом конечно нужно использовать рабочий само собой привод значит что мы сделаем так как тут переключение то значит форматируем карту памяти mc так говорит что не может не видит карту память так форматируем карту нас определилась форматирование успешно завершено и заходим здесь выбираем мульти инстал чтобы она подходила не только к одной определенной консоли но и к остальным консолям то есть мульти конфигурация нажимаем ее и нажимаем окей далее он сообщает о том что в первом слоте будет установлена free mc boot но если у вас две карты памяти то можно выбрать то есть отказаться от этого и нажать на втором слоте подтверждение о том что вы хотите установить free mc boot все больше вам в принципе делать ничего не нужно free mc boot сейчас установится на карту памяти а вам остается лишь ставить эту карту памяти в другую консоль которая либо чипованная 9 серия либо 7 серия ну и остальные в принципе консоли которые поддерживают карты free mc boot чтобы загрузить и играть и в принципе делать все что хотите на ваше усмотрение вот free mc boot установилась нажимаем выход и сейчас проверим какие файлы на карте у нас есть для этого нам опять же нужно перезагрузиться можно было хотя и в принципе тут посмотреть но мы через you lounge разведем мы посмотрим и заходим в mc 0 как вы видите загрузочные файлы для free mc boot тут уже присутствует соответственно сама конечно консоль это девяти тысячная с него не загрузится это как ни крути загружаться она только вот с 9 диска не иначе в общем то на этом все я в принципе все что хотел показать я показал спасибо огромное на алексея синицыну за то что показал данный способ который работает на всех системах playstation 2 slim абсолютно главное соблюдать несколько вот этих вот моментов то есть использовать болванку dvd минус r переключить язык системе на английский и в принципе все больше вам делать ничего не нужно записывайте флешку записывайте необходимо программы эмуляторы и прочие штуки которые вам требуются и просто напросто запускаете все через и лаунчер ну и огромное спасибо евгению прядка за то что предоставил данную непробиваемую консоль как оказалось все-таки пробиваемую но на этом у меня все и я очень рад что вы смотрите мои видео и ставите лайки спасибо вам за поддержку всем удачи и до скорой встречи а Субтитры подогнал «Симон»